Приветствую вас. Вы знаете, вот прочитав ваш вопрос, да, у меня осталось такое чувство недоговорённости какой-то, что ли. То есть, нет ощущения, что вы доверяете сами себе. Нет ощущения, что вы доверяли, возможно, своей жене. Нет ощущения, что вы были искренним с ней. Нет ощущения, что она как-то знала вас, как-то понимала вас. То есть, нет ощущения, что она могла с уверенностью сказать, что вы её примите. Вот. Либо, либо она всегда себя, ну вот, так вот, винил за что-то. Вот. То есть, либо она всегда себя склонна была винить. И, по сути, это, видимо, ни на что не влияло. То есть, я думаю, что для начала, вообще для начала, чтобы понять, как вам возвращать семью, и чтобы понять, есть ли вообще что возвращать. Вот. Мне кажется, на самом деле нужно психологический портрет составить вас и вашей жены. Вот. Потому что, так вот, вообще непонятно, какой вы человек, какой она человек. Что она хочет, что вы хотите. Ну, для себя я имею ввиду. Вот. Понимаете? То, что ваша жена ушла, означает, что либо она хотела идти, либо она хотела идти, либо у неё очень сильное чувство вины. Вот. Ну, соответственно, смотрите, если у неё сильное чувство вины, вот, то, наверное, вам нужно чётко донести до неё позицию такую, свою, что, если она вас любит, действительно, но при этом не с вами. Вот. То, значит, и нужна помощь психолог. Потому что только, сколько человек с психологическими проблемами, значит, значит, зная, именно зная, что его любят, любят, и любя сам, да, не будет вместе с тем, кого любят. То есть, если она не хочет, допустим, идти, ну, к психологу, допустим. Ну, вот. Ну, наверное, не так сильно она вас и любит. Вот. Это такой аспект. Дальше. По поводу вас. Тоже не совсем понятная история. То есть, у вас очень долго не было детей. Непонятно, почему не было детей у вас. То есть, вы хотели детей, и у вас их не было. Или как? То есть, если, например, жена хотела, а вы не хотели, или вы хотели, а жена нет. Вот. Какое значение имеет ребёнок для вас? Почему вы были так счастливы, когда ребёнок появился? Вот. Как вы узнали, что ребёнок не от вас? Ну, вот. Как вы донесли это своей жене, что ребёнок не от вас? Каковы были обстоятельства ухода жены от вас? Да? То есть, вот. Быть может, вы как-то своим, ну, поведением, как-то дали ей понять, и продолжаете давать понять, что она поступила плохо, что она поступила, ну, очень негативно, что она совершила какой-то грех, и так далее. Вот. Понимаете, тут действует принцип противодействия. То есть, если вы говорите человеку, что всё в порядке, да? что она, ну, вот как вот вы, например, своей жене, да, говорите, что всё в порядке, всё нормально, что она вам не верит, потому что знает, что всё в порядке быть не может, и в этом она на самом деле права. Всё действительно в порядке быть не может, потому что, ну, была измена, и мало того, да, после измены появился ребёнок. Вот. Но, куда важнее было бы спросить у неё, почему она изменила, то есть, по какой причине она это сделала, как так получилось, что это произошло. Вот. То есть, именно расспросите её, и выскажите отношения именно к тому, и именно к тому, вот, что произошло. То есть, к тому, почему она это сделала, не к её поступку отношения выскажите, а к её желанию. Вот. И здесь ваша позиция такая, значит, направлена на то, чтобы убедить её, ну, в том, что ничего страшного не было. Да, эта позиция, скорее, такая, замыливание глаз. То есть, она вам, ну, не верит, потому что, значит, вот, действительно, это не очень хорошо. Вот. Либо считать, что вы можете ей это припомнить, особенно, если были какие-то, ну, случаи, проявления, когда вы вспоминали, что это плохое летость, у жены должны быть основания. Считать, что, что, ну, что вы, вот, не примите её, её, вот. Значит, ну, по поводу ребёнка, да, то, что вы воспринимаете её и ребёнка отдельно, ну, здесь, не знаю, здесь, может, да, может, нет. То есть, тут, главное, главное не увлечься психологизацией ситуации, вот. С точки зрения психоанализа, да, конечно, вы интуитивно, вопойно, подсознательно, да, вы разделили её и ребёнка, вот. Вы говорите, что хотите вернуть, значит, ну, её семью, и вы хотите вернуть свою семью, вот. А, вот подумайте, для чего, зачем вам это нужно? То есть, ну, какие желания стоят за этим у вас? То есть, чего вы для себя хотите конкретно, ну, вот, в этой ситуации? И почему вы решили, что женщина, да, должна вам это дать? Ну, то есть, вот, в то, что вы хотите, ну, в результате семьи, то есть, вот, в то, что вы могли бы получить, да, если бы ваша была семья. А если бы вы, допустим, не нуждались бы семье, если бы вы не хотели вернуть семью, как бы было тогда, то есть, хотели бы вы в таком случае её вернуть, готовы ли вы были вернуть её, и так далее. Вот, то есть, подозрительно здесь вы этого не раскрываете, как подозрительно вы не раскрываете того факта, что пишете, что её простили, да, что тут надо, как отреагировали, как отреагировали на данный факт, на данный момент вы не пишете, не пишете. Вот, а ведь это очень важно, это очень важно, очень важно, как вы на это отреагировали, вот, как у вас были чувства, и насколько вы, ну, справедливо отнеслись к этой истории, насколько вы верности восприняли, и так далее. Вот, скажу честно, есть некоторые сомнения у меня относительно того, что вы простили её. Ну, не потому что я не верю вам, а потому что вы слишком сильно хотите вернуть, вернуть, эээ, вернуть, эээ, ну, семью, слишком сильно хотите вернуть, вернуть её. А это всё-таки создаёт сверхмотивацию, вот, что может затмевать вашу потребностную сферу, да, то есть заглушать её, загрязнять, засоривать. Вот, и это по итогу может стать проблемой. Вот, то, что вы говорите, простил, да, вот я и простил её, значит, так, эээ, я её простил и говорю, что люблю её и сыночка. Ну, вот, ну, то есть, эээ, вы говорите, что простил, да, это здорово, но это не отменяет того факта, что проблема осталась и проблем его никак не решает. Вот, значит, что нужно сделать сейчас? А, сейчас нужно предложить ей дружбу, то есть, ну, предложить ей дружить. Вот, предложить остаться друзьями, эээ, с ней. Вот, потому что, ну, вот, в противном случае, эээ, если вы не останетесь, эээ, с ней друзьями, то вы рискуете её потеряться совсем. Вот, предложить ей максимально комфортное общение, эээ, которое ей удобно. Это первое. И второй, наладчик с ней, ага, просто такой, ну, абстрактный, может быть, диалог. То есть, вот, чтобы она не ожидала от вас, например, каких-то выяснений отношений, допустим, или чтобы она не ждала от вас какого-то подвуха, например, или чтобы она не ждала, что вы будете её убеждать, эээ, ну, в чём-то, да? То есть, тут вот такая история, и мне кажется, что это необходимо, если вы хотите действительно её вернуть. Вот, когда она станет вам доверять, когда она станет, эээ, посвободнее, когда она пристанет ожидать от вас, эээ, чего-то, вот, ну, чего-то, такого достаточно, значит, ну, негативного, или наоборот, такого недоверчивого, ну, в общем, вы сможете уже выяснить, почему она так поступила и так далее. В общем, заметьте, что вы не говорите о своих чувствах, опять же. То есть, возможно, выразили бы вы свой негатив, да, возможно, выразили бы вы свои эмоции по этому поводу, вот, она бы лучше это восприняла бы и, по крайней мере, поверила бы вам в том, что вам плохо, действительно плохо. Вот, а так, так это осталось, ну, как бы за бортом, вот, и это не очень хорошо для вас и для нее. Вот, такая, в принципе, история. Вот, поэтому, измены это всегда травма, вам лучше это признать. С травмой можно поработать, можно и нужно поработать. Вот, так что, обращайтесь, поможем вам. Значит, на этом, в принципе, всё. Я думаю, на этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я же желаю вам всего самого доброго и удачи.